Теперь такого больше нет. Петрик, здорово, тебе тут обнову подвезли. Аля, он играет со стандартным прицелом, посмотрите. Хей, здорово, дружище, с тобой Серёга, Сайбербанана. И сегодня мы с тобой посмотрим новое обновление в Counter-Strike. Там куча годноты, поэтому с тебя лайкусик, подписочка, колокольчик. Начинаем. Там дальше, кстати, конкурс. А перед началом ролика подведём в итоге вот на вот этот вот юспик. Так, годная тема, согласен? Всё, что нужно было делать, это писать на прошлом видео разные комментарии. У тебя был шанс, поэтому я сейчас оставляю эту ссылочку сюда. Нажимаю Get YouTube Comments. Сейчас они прогрузятся, все комментарии, которые были на прошлом видосе. И нажму кнопочку... Вот это вот, пальца не видно, но, в принципе, старт, ты понял, что. Так, ну сколько у нас осталось? И... Готово, отлично. Нажимаю кнопочку старт. Специально делаю всё в одном дубле, чтобы вы видели, что никакой подкрутки нет. И победителем становится Стас Потапов. Дружище, я тебя поздравляю. Заходим на твой YouTube канал. Стас, забавно. Теперь, Стас, тебе осталось написать мне ВКонтакте и подтвердить, что это твой YouTube аккаунт. И тогда я тебе юспик это переведу. Стас красавчик, но я хочу, чтобы ты тоже был красавчиком. Поэтому вот этот ССГ я разыгрываю тебе. Всё, что нужно делать, это писать любые комментарии. И тогда, возможно, именно ты заберёшь этот скин. Помимо этого, кстати, ребят, у меня есть розыгрыш ВКонтакте. Да, три скина, скоро уже итоги на халяву, поэтому первая ссылочка в описании туда тоже залетает. Ну что, поехали смотреть обнову. Добавили один на один в напарниках. Это разминочка. Я считаю, теперь наконец-то можно не заходить на какие-то DM и прочее, разминаться уже сразу в разминке и после чего показывать мастерство. Это годно, кстати, это в будущем добавят в 5 на 5. Там уже 5 арен есть, но это всё покажу чуть позже. Давайте пройдёмся по полному описанию. Добавлен новый параметр оружия неточность прыжка на вершине. Это про Диггл, ребят. На самом деле не новый параметр добавлен, а просто поправили с 40 пунктов до 331. То есть в прыжке, когда сужался Диггл, да, прицел, теперь такого больше нет. Теперь просто как прыгаешь, он такой широкий. Теперь в прыжке в голову не поставить. И хорошо, в принципе, а то на самом деле за эти 3 дня, которые сейчас это было, мне было крайне жёстко. Поехали дальше. Добавлена возможность видеть перекрестие наблюдаемых игроков. Добавлена возможность... Ага, здесь говорится о том, что теперь ты можешь копировать прицел игрока прямо во время игры, либо смотреть, какие прицелы есть у других игроков. Это очень годно, я недавно говорил об этом, когда я играл в Валоранте. Вот, кстати, смотри, момент. Что интересно, что у каждого типа есть свой прицел. То есть каждого видно, как вот это классно сделано. То есть у меня стандартный прицел. И, наконец-то, Valve это сделали. И чуть-чуть взяли себе. Говорят, убийца Counter-Strike поглядывает в Valve, поглядывает на Валоранте. Отлично. Окей, поехали дальше. Ну, музыка добавлена, я понял. Это просто набор, который покупается. Тут разные исполнители есть. Наверное, ничего в этом интересного нет. Дальше исправление агентов. Неплохо. В конце матча держа... А, когда типа вот эти танцуют, прыгают. Исправили, что кто-то теперь будет нормально держать оружие. Хорошо, микробаги такие тоже поправили. Исправленные агенты версии Perfect World. Иногда озвучивай английский радиокомандр. Я понял, это тоже нам особо вообще не нужно. И в вкладке события в меню часы теперь также отображается онлайн соревнование. Разговор идет, наверное, скорее всего, турниры события, прямой эфир, либо карта Инферно. А, вот, длительность. Теперь сделали длительность, какая была. Время прошло. Все, я понял. Добавили, сколько минут прошло с момента, либо сколько минут вообще длилась каточка. Отлично. Ага, теперь пошли карты. Анубис и Хлорин поправили. Некоторые тут недочеты. Ну, Хлорин и Анубис, они новые карты, поэтому их сейчас постоянно будут ковырять. Поэтому особо не будем на них смотреть. Джунгли поправили. Добавлен большой... У-у-у, пацаны, кто играет в запрет кусавян? Я не катаю, поэтому я особо этой карты не знаю. Едем дальше. Головокружение. Это вертига. Че тут сделали? Яркие текстуры. Пойдем сразу на вертига. Так, зашли за контртеррористов и смотрим, что у нас обнов... Хорошо, Петрик. Здорово, тебе тут обнову подвезли. Будешь рассказывать. Так, окно убрали. Это, в принципе, все осталось. Это осталось... Да, просто сместили. Убрали отсюда окно, убрали вот это место и ставили... Слушай, а вот это очень классно. Вот это очень... Бля, тут бы вообще, слышишь, поменяли полностью. Винты они убрали. Теперь отсюда можно допрыгнуть. Ну, отсюда, наверное, так же осталось. Можно допрыгнуть. Слушайте, а вот это бы уже играбельно. Вот это реально годно. Мне вот это нравится. Вот этот... Вот этот план действительно теперь очень интересный по сравнению с тем, что было раньше. Смотрим, что дальше у нас есть. Так, закрыли проход. Здесь два раньше было прохода. Теперь сделали один. А, нет. Подожди. Его теперь сделали маленьким проходом здесь. Но я помню, еще в начале, когда вертига только-только делалась, такие маленькие проходы были много где. За счет чего их потом меняли. Поэтому, скорее всего, здесь потом что-нибудь переделать. Возможно, сделать проход шире. Так, окей. Тут так же все и осталось. Да, абсолютно все то же самое. И пойдем посмотрим теперь, как сделали Аплэнд. Нет, Аплэнд вообще не тронули, ребят. Все так же осталось. Абсолютно все так и осталось. Ну, сами видели вертига. Мы прошлись, ребят. Вот, увидели мид у нас. Значит, поменяли. Сделали сюда проход. Бэплэнд изменили. И переход внизу там. Все. Вертига, я считаю, сделали более интересный. Бэплэнд особенно вообще. Мне по кайфу. Поехали дальше. Я посмотрел, особо ничего такого не увидел. Поэтому нет смысла вам что-то рассказывать. Единственное, что есть на трене. Интересная тема. Это как раз касается напарников. Сейчас пока. Но это будет добавлено также и в соревновательный режим. Полетели, ребят. Вот эти вот. Вот эти вот, смотрите, арены. Их 5 штук. Это получается, если играешь 5 на 5, это получается 10 человек. То есть тут 2, тут 2, тут 2, тут 2 и тут 2. Ну вот эти самые арены. Один на один. Пока идет разминочка. Тут с ребятами разминаешься. Тебя убивает. После чего через 2-3 секунды ты снова появляешься с новым оружием. И снова стреляешься. Я считаю, это годно. Как раз. Не надо теперь бегать на демах разминаться. Чуть-чуть размялся. И пошел разрывать, как и мемчика, как напарники. Годная тема. Я думаю, в итоге они еще добавят один на один. В будущем тоже какие-то звания что-то появятся. Ну а теперь, ребят, погнали посмотрим прицелы, которые мы прочитали в обновлении. Сначала нужно выставить в настройках. Показать в настройках. Friendly and fire. Нет. Мы типа у всех. Вот это everyone. Это означает, что все прицелы мы будем видеть в игре. Погнали залетим в какую-нибудь каточку. И посмотрим, что в итоге мы увидим у ребят. И какие прицелы у ребят есть. Залетели на наш сервак. И смотрим. За одного. За второго. Ты посмотри. Реально прицелы разные. У одного зеленая точка. У второго перекрестие. У третьего синий какой-то прицел маленький. Слушай, а-ля он играет со стандартным прицелом. Посмотрите. Ну, допустим, тебе нужно поставить какой-нибудь царский прицел. На примере вот эту точку. Запоминаешь его ник. Находишь его. Вот первый он. И нажимаешь теперь копий прицел. Да. Окей. И теперь, когда ты зайдешь в игру, у тебя будет такой прицел. Вот мы посмотрели новое обновление. Я считаю, что оно очень годное. Если ты так же считаешь, значит влепи лайк. Я буду понимать, что действительно это тебе зашло. Кстати, дружище, не забывай. Вот тот вот. ССГ. Разыгрывай за комментарии. Поэтому пиши много комментариев и получай халяву. Также розыгрыш в описании. Сервер также в описании. Ну все. Я с тобой прощаюсь. Посмотрю вот это годное видео. А я погнал. Дальше пилить. Годный контент. Давай. Пока-пока. Тебе туда. Хе-хе.